Один из лидеров украинской оппозиции Виталий Кличко выступил с неожиданным заявлением. Он назвал термин «Великая Отечественная война» некорректным. Политик призвал использовать вместо него другое понятие – Вторая мировая война. На этот шаг, по мнению Кличко, необходимо пойти, чтобы отказаться от стереотипов советского прошлого. Это позволит приблизиться к европейскому мировоззрению, так считает бывший спортсмен. Виталий Кличко – лидер партии «Удар» и активный сторонник евроинтеграции. Он неоднократно выступал с возмутительными комментариями. Так он просил оправдать солдат украинской повстанческой армии. Заявление Кличко обсудим с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Он выходит на прямую связь с нашей студией по телефону. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. Скажите, как вы можете прокомментировать заявление Виталия Кличко о необходимости отказаться от термина «Великая Отечественная война»? Ну, это только отрицательно можно оценить, поскольку смысл Вторая мировая война, она началась 1 сентября 1939 года. А вот для нас началась именно Великая Отечественная. Это можно аналогию провести с нашествием Наполеона. Тогда просто не дали той большой войне термин, что это тогда была, это Первая мировая. Но, тем не менее, для нас это было великое отечество, потому что вся Европа пошла против нас. Если бы мы были, как говорится, на равных, какие-то группы стран друг с другом бы боролись и начали бы одновременно эту войну, тогда можно было бы считать, что это просто Вторая мировая. А здесь именно на нас набросилась вся европейская свора, все-все страны. Там были солдаты Португалии, Франции, Швеции, Испании, Италии, Чеки, Слова, все-все. Они на нас напали, а не мы на них. Поэтому для нас это была Отечественная война. И мы разгромили. Владимир Вольфович, ну а насколько это заявление справедливо по отношению к людям, участвовавшим в этой войне? Ну никак не справедливо. То есть Кличко выполняет заказ Запада, чтобы переписать историю, чтобы понизить роль СССР и, так сказать, оправдать фашизм, нацизм. Хотя сами у себя они его пресекают. Но им выгодно, чтобы на Украине такие Кличко оправдывали бы пластинские армии. Поскольку в основном они боролись против СССР, а не против фашистской Германии. Как вот в Эстонии похоронили бывшего СССР со всеми почтами тоже, потому что он боролся против СССР. То есть Запад вот два стандарта. У себя фашизм подавляют, а в Восточной Европе с удовольствием его провоцируют. Ну и тем более Украина наш сосед. И Кличко выполняет заказ Запада. Владимир Владимирович, то есть вы считаете, что все-таки эта формальность каким-то образом повлияет на сближение Украины с Европой? Ну, он пытается переходить на терминологию европейскую. С тем, чтобы показать, что вот... Следующий этап будет, что Гитлера победили Франция, Британия и США. А Россия, СССР здесь ни при чем. Я уже читал такие учебники истории, где все говорится про действия американцев, французов, британцев и одна строчка. И русские на востоке перешли в наступление. Все. А больше ничего нет. Ни Московской битвы, ни Сталинградской, ни Курской. Ведь на Восточном фронте против нас были 80% всех войск фашистской Германии. Это же чудовищно. А теперь они все это разворачивают в другую сторону. Что, оказывается, немец-немцевы бились в Африке против Роммеля. Там, где-то в Египте. А тот же Берлин пришел тогда. То они искажают историю. И им выглядело, что на Украине так же искажали. Искажают во Франции, в Бельгии, в Германии. И Кличко выступает здесь ударным отрядом. Что ж, спасибо, Владимир Вольфович, за ваши комментарии. На прямую связь по телефону был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Мы обсуждали заявление Виталия Кличко.